Хотите знать о своем городе больше? Тогда вам в музей. Хоть каждый день, а 18 мая в Международный день музеев уж обязательно. Утром от здания на Советской 54 отправилась пешеходная экскурсия, где можно было узнать историю не только о том, что окружает нас сегодня, но и о том, что уже скрыто временем. Бывший узел связи и памятник Ленину – вот они, а синематограф Везувий, Мещанская Слобода на правом и деревне Щелково на левом берегу Клязьма, вошедшая в состав города после войны, остались в прошлом. Арт-объекты «Челнок» и «Ткацкий станок» напоминают об исторической текстильной промышленности Щелковского края, а о чем напоминает улица Парковая. Что интересно, сама улица Парковая, поскольку нам известно из документов в советском периоде, она появилась еще раньше, чем появился парк. И поэтому возникают некоторые вопросы. Может быть, парк уже к тому времени планировался, поэтому так и назвали. А может быть, просто эта улица, она всегда была такая очень тихая, спокойная, тенистая. Дневная музейная программа полностью завладела новым выставочным пространством третьего этажа. Художники секции «Арт-фото» Творческого союза художников России выбрали эту площадку для открытия выставки под названием «Свет. Форма. Цвет», посвященной 80-летию со дня рождения основателя секции, заслуженного деятеля искусств России Ивана Борисовича Порта. Как рассказывали его коллеги, в частности, нынешний руководитель секции и давний друг Щелковского музея Максим Киреев, Иван Порта хотел, чтобы фотография стала в один ряд с такими видами искусства, как живопись и графика. Фотоискусство тоже может обладать магией, когда произведение рождается не из объекта съемки или заранее выбранной темы, а из образа, из способности с помощью фотоаппарата передать свое видение мира, когда красота в обыденности. Работы, интерьеры, все, они на самом деле не выступают живописной работой. И они несут не только красивую такую составляющую вашего интерьера, они еще наполняют интерьерой некой духовностью. Две свои фотоработы из серии «Хомо люмен. Человек света», выполненные в технике лазерописи, представил на выставке известный фотохудожник Серж Головач. Вот такой, как образ дракона, человек-дракон. Когда мы пять секунд освещаем лицо в одну сторону, пять секунд центральное положение и пять минут в другой профиль. И это чистый кадр, то есть это никаких фотоманипуляций, склеек, экспозиций и прочее. Нет, это просто вот такая художественная техника. Фотография. Фотография, чистая фотография. Один вид искусства в стенах выставочного пространства музея сменяет другой. Теперь его наполняет музыка. В числе друзей нашего музея композитор и аккордеонист-виртуоз Роман Галиев. В другой части экспозиционного пространства музея тем временем разворачивается выставочный проект «Сказочное лукоморье», посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Музей совместно с детскими учреждениями дополнительного образования и при очень строгом судействе провел конкурс рисунка по мотивам произведений Пушкина. Главное, чтобы никаких копий компьютерных программ и помощи родителей и педагогов. Из почти 250 работ лучшие заняли место на стендах, рядом с тематическим фарфором из коллекции Алексея Бабаяна. Мне пришла мысль, что он изучает звезды, пишет даже сказки про это. И время года была осень, даже дубовые листья, там опали. А почему он покрыт весь желтой шерстью, а это от луного света все происходит. Замечательная работа. И сколько она всего там интересного придумала. Просто вообще не перестаешь удивляться детской фантазии. Выставки, конкурсы – это, конечно, тоже очень интересно и всегда присутствует в работе музея. Но вечерняя часть программы без всяких оговоров была посвящена исключительно делу музейному. Гостям представляли новые уступления в коллекции. В этом году музей переформатировал свое выставочное пространство. Открылись новые экспозиции, посвященные воинам 20 века усадебной жизни. Главный хранитель музея Ирина Голубева рассказала о том, как бережно хранятся музейные предметы и как строго регистрируются. Они, попадая в фонды музея, становятся собственностью государства. С прошлого года наш музей зарегистрирован в Государственном каталоге Музейного фонда России. И все, что есть в любом музее, можно найти там. Эти предметы находятся в общем доступе. Если вы зайдете на сайт госкаталога, вы можете ввести Щелковский историко-травлический музей. И вам выпадет список тех предметов, которые мы уже внесли в госкаталог Российской Федерации. День музеев незаметно перешел в ночь. Ну а раз в России этот год объявлен годом театра, то выставочный зал превратился в театральные подмостки, на которые вышли артисты Щелковского театра. С фрагментом спектакля «Господа, товарищи, сволочи и дамы». Закрылся музей за полночь. И очень приятно слышать слова благодарности наших посетителей. Благодарности за наш труд. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».